Традиционное для саммита G20 семейное фото в китайском Ханчжоу. Мировые лидеры демонстрируют уверенность и сплоченность. Затем был помпезный гала-ужин с фейерверком и прогулки на корабле, где президенты и премьеры вели приватные беседы. Впрочем, говорить о том, что руководители крупнейших 20 экономик так уж хорошо поняли друг друга, а на полях саммита удалось решить многие мировые проблемы, не приходится. Так в Ханчжоу так и не договорились. По сирийской проблеме от встречи Барака Обама и Владимира Путина ожидали прорывного соглашения по совместным действиям США и России в Сирии, которое могло бы остановить кровопролитие в этой стране. Но представители сторон позднее лишь заявили, беседа была содержательной. Заметное разногласие вызвал и миграционный кризис в Европе. По данным источников, лидеры европейских стран вместе с Турцией заявили, что другие государства должны признать проблему с беженцами и тоже что-то делать для ее разрешения. Однако так и не были услышаны. Впрочем, были на этом саммите G20 и достижения. Неожиданно стало известно о возобновлении нормандского формата по Украине, который ранее Владимир Путин назвал бессмысленным из-за якобы организованных Украиной провокаций в Крыму. Фрунсуал Ланд провел ряд двусторонних встреч, в том числе и с Путиным, и объявил, встреча Франции, Германии, России и Украины пройдет в ближайшие недели. Еще один успех США и Китай ратифицировали Парижское соглашение по климату, после чего Барак Обама отчитался, как он громко заявил, о спасении планеты. Кроме того, лидеры G20 договорились совместно бороться с терроризмом и источниками его финансирования. Обозреватели отмечают, саммит 20, созданный почти два десятилетия назад для преодоления мировых финансовых кризисов, окончательно стал местным для решения геополитических вопросов. В G20 входят страны G7, страны BRICS, а также Австралия, ряд стран Азии и Латинской Америки. Все они в совокупности представляют более 90% мирового ВВП. Для кого-то саммит также стал возможностью навести мосты. Так, Владимир Путин впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и выразил надежду на более высокий уровень отношений двух стран. Впрочем, некоторые обозреватели успели окрестить это мероприятие саммитом хромых уток. Так, президентский срок заканчивается у Барака Обамы, Бразилия представлена переходным главой государства, а в скором времени на труднопредсказуемые выборы пойдут Ангела Меркель, Франсуа Ланд и Матео Ренсе. Поэтому не факт, что именно они будут реализовывать достигнутые в Ханшоу договоренности.